И сейчас как раз о переговорах президента Франции. Много новостей в эти минуты из Вашингтона, где Франсуа Лан встречался с Бараком Обамой. В прямом эфире к нам присоединяется собственный корреспондент Первого канала Анатолий Лазарев. Здравствуйте, Анатолий, вам слово. Здравствуйте, Виталий. Визит президента Франции в Вашингтон был запланирован еще на прошлой неделе, когда вскоре после теракта в Париже президент Франции Франсуа Лан заявил, что приложит все усилия для создания единой международной коалиции в Сирии по борьбе с террористами Исламского государства, организации, запрещенной в России в понедельник, когда он встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. И вот теперь Барак Обама. Переговоры в Белом доме продолжались два часа, дольше, чем планировалось, после чего лидеры двух стран вышли к журналистам. И, конечно же, все в первую очередь ожидали реакции глав государств на сбитый российский военный самолет в Сирии турецким истребителем. Но президенты США и Франции предпочли начать с повторения того, что уже неоднократно говорили. Похоже, США не изменили позицию Вашингтона против формирования какой-либо новой коалиции. Вашингтон мог бы сотрудничать с Москвой, если Россия на американских условиях присоединится к американской же коалиции. Мы с президентом Аландом согласились, что российские бомбардировки и умеренные оппозиции только усиливают режим Асада. Россия может играть более конструктивную роль, если переключить свое внимание при бомбардировках на уничтожение ИГИЛ. Я еду в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы сказать ему, что Франция будет работать с Россией, если она сконцентрирует свои усилия на борьбе с ИГИЛ и сосредоточится на поиске политического решения урегулирования конфликта в Сирии. Наше единственное желание — объединить все страны, которые хотят скорейшего разрешения этого кризиса. Как только слово дали журналистам, конечно же, сразу прозвучал вопрос про сбитый российский боевой самолет в Сирии турецким истребителем. Обама высказался в духе «сами виноваты», «не надо было летать близко с турецкой границей». Аланд выразил надежду, что это не приведет к эскалации конфликта. Мы все еще собираем необходимую информацию о произошедшем. В ближайшие дни я надеюсь обсудить ситуацию с президентом Турции Эрдоганом. Турция, как и любая другая страна, имеет право защищать свою территорию. Я думаю, что сейчас очень важно, чтобы Россия и Турция установили взаимный контакт, выяснили, что же все-таки произошло и приняли меры по недопущению эскалации. Необходимо избежать любой эскалации, которая была бы губительна для той цели, которая всех нас объединяет. Это борьба с терроризмом и ИГИЛ. Это наша общая задача, в том числе Турции и России. Эта ситуация обязывает нас найти политическое решение сирийского кризиса. Впереди у Оланда большая дипломатическая работа. В среду он встречается с канцелем Германии Ангелой Меркель. В четверг с главой итальянского правительства Матео Ренци. И в четверг же главное событие его дипломатического турне президента Франции примет Владимир Путин. А в воскресенье у Оланда переговоры с генсеком ООН Пангимуном и премьер-министром Канады. Анатолий Лазарев в прямом эфире из Вашингтона.